Теперь сравним то, что мы знаем про векторную графику с растровой графикой. Итак, у нас есть матрица точек. Растр это упорядоченный набор точек. В нашем случае это двухмерный массив, таблица или карта. Их так и называют битовые карты, битмап. Если есть карта, то должны быть и координаты, а по этим координатам какие-нибудь значения. В нашем случае значение цвета. Кстати, о цвете. Вот здесь-то он и записывается в тех самых координатах, про которые мы говорили в первом модуле. Например, RGB 8 бит. Это 3 байта по байту на каждый цвет. Цвик, соответственно, по 4 байта на каждый пиксель. Так несложно вычислить размер картинки. Например, 100 на 100 пикселей в RGB будет занимать 30 тысяч байт. А в CMYK уже 40 тысяч. Но это без сжатия. Про сжатые мы будем говорить в следующем модуле. У координат вроде бы нет никаких особенностей. Мы считаем от угла, обычно от левого верхнего. Вот и получаются X и Y. Есть у нас пиксель на экране. Он будет соответствовать пикселю в изображении. С принтером все сложнее, но в общих чертах понятно. Изображение наносится по точкам. Только нужно учесть такое понятие, как разрешение. Но об этом позже. Особенностью растровой графики является независимость пикселей. Если в векторной графике элементом изображения является кривая, вернее составленная из кривых объект, то здесь нет никаких объектов. Только независимые, расставленные по определенным координатам точки определенного цвета. То есть нам придется самостоятельно выделять объекты среди этого поля равнозначных точек, чтобы что-нибудь с ними сделать. Если векторное изображение ввести в компьютер сложно, то растровое значительно проще. С развитием цифровой фотографии, видео и появлением доступных сканеров это стало обыденным делом. Сделали кадр мобильником, вот и цифровое изображение. С матрицы фотокамеры или сканера мы получаем набор цветных точек, который составляет битовую карту, то есть наше растровое изображение. Каждый пиксель состоит из трех субпикселей, соответственно красного, зеленого и синего цветов. Но здесь нужно учесть, что в момент фотографирования или сканирования мы производим оцифровку изображения. Аналоговый непрерывный поток лучей развивается на точке и уровне яркости. Чем мельче будет каждая отдельная точка, тем их больше нужно для описания того же самого изображения. И тем выше его разрешающая способность, ну или разрешение. Это ключевое слово для растровой графики. Мы этот процесс будем подробнее разбирать в следующих уроках. Тот факт, что растровая графика удобно вводится в компьютер, удачно дополняется тем, что она прекрасно передает фотореалистичность. Наоборот, за это приходится платить расходом памяти. Я сейчас приведу одно утверждение, которое буду опровергать весь следующий модуль. Объем памяти, занимаемый нежатым растровым изображением, не зависит от сложности этого изображения. Ключевое слово здесь – несжатого. В сжатом все сложнее, поэтому не перепутайте. Если в векторном изображении количество точек, описывающих кривые, прямо задает размер файла, то в растровом изображении, что бы там ни было изображено, количество памяти, занятое данным количеством пикселей, определяется лишь числом этих пикселей и глубиной цвета, то есть тем, сколько для каждого пикселя выделено памяти. В случае с CMYK еще и добавившимся четвертым цветовым каналом. В остальных моделях по три канала, но вот сколько занимает каждый канал, в этом выражается глубина цвета. В отличие от векторной графики, растровая вполне однозначно интерпретируется разными программами. Можно создать изображение при помощи фотокамеры, отредактировать в любом удобном вам растровом редакторе, потом посмотреть в любой программе просмотра и, наконец, напечатать на любом принтере. Есть множество графических форматов, которые поддерживаются довольно большим количеством разных редакторов. Важно только понимать, какие у этих форматов есть ограничения и возможности. Поскольку растровая картинка не знает, что на ней изображено, она не имеет понятия о целостности изображения. Если мы будем деформировать растровое изображение, даже потом совершим обратное преобразование, то мы все равно его испортим. Поэтому нужно всегда быть осторожным при уменьшении изображения, при повороте на непрямые углы. Это приводит к потере информации в изображении. Векторному рисунку такие операции не навредят. Наконец, главное, что приводит в укор растровым изображением, это то, что они рассыпаются на квадратики при увеличении. Если мы увеличим, например, окружность, нарисованную векторным способом, то она так и будет гладкой. Если же взять такой же растровый рисунок, то увеличение покажет, что этот рисунок состоит из отдельных точек, но то он и растровый. Если же взять исходную картинку более высокого разрешения, то ее можно будет разглядывать поближе. Больше пикселей содержит больше информации об изображении, но занимает и больше места. В справедливости ради стоит отметить, что пикселизация это лишь сохранение количества информации. Как бы мы не увеличивали картинку, больше информации, чем в ней есть, она не покажет. И в векторной графике это тоже не чуждо. Увеличивая растровую картинку, мы не увидим больше подробностей, просто станет видна ее точечная структура. А увеличивая векторную картинку, мы не увидим пикселей, с одной стороны, но с другой стороны подробнее эта картинка тоже не станет. Вот вопрос на понимание. Существует ли понятие разрешения для векторного изображения? Ну скажем, карта России для печати на листе А4, чем будет отличаться от версии для печати на почтовой марке или на баннере на стене дома? Здесь нам нужно оторваться от пикселей и кривых и задуматься о количестве информации и возможности ее визуализации. Неспроста же на картах пишут масштаб. Увеличение карты в два раза не делает ее вдвое более подробной, равно как и уменьшение может сделать ее нечитаемой. Изобилующие сгибами линия берега Северного Ледовитого океана станет рваной черной линией при сильном уменьшении карты. А большое увеличение не сделает ее информативнее. Небольшие города и рейки, которых не было на печатном листе, от этого там не появятся. Раз уж заговорили о пикселизации растровых изображений, то вот классический пример. Берем горизонтальную полосу и оцифровываем. Все хорошо. Всего несколько пикселей, а мы уже без потерь получили точную копию оригинала. А еще говорили, что растровая графика требует много памяти. Теперь повернем эту полосу. Нет, нет, не так. Повернем ее чуть-чуть. С некоторыми областями все понятно. Они полностью покрываются клетками пиксельной сетки. Но что делать с теми, которые закрашены лишь частично? Пиксель это неделимая часть изображения. Придется установить порог. Ну, допустим, 50%. Если больше, то закрашиваем. Если меньше, то не закрашиваем. Вот такую картину мы в итоге получили. Как-то некрасиво. Чтобы было опрятнее, нужно больше клеточек. Не так заметна будет эта лесенка. Это называется повысить разрешение. Когда на тот же объект теперь тратится больше памяти. К слову, лесенка все равно будет видно. От нее избавиться путем повышения разрешения будет сложно. Слишком много пикселей потребуется, чтобы глаз не замечал структуру изображения. А ведь такие проблемы будут возникать с любым изображением на экране. Вот, например, текст. Он будет выглядеть неопрятно. И здесь нам поможет простой метод, который называется антиалайзинг. Суть его заключается в том, что в местах, где образуется вот такая лесенка, соседние пиксели подкрашиваются в промежуточный цвет. Так, с одной стороны размывается контур изображения, но с другой стороны глаз не замечает неровности края. А именно это нам и требуется. Правда, антиалайзинг нам будет мешать выделять объекты и вставлять их на другой фон. Переход, например, к белому фону оставляет белый ореол на краях объекта, если его вставить на черный фон. Субтитры создавал DimaTorzok